Всем привет! Сегодня у нас история немножко о турецком менталитете. Есть такие темы, всплывают периодически. Поговорим об отношениях с мужчиной и с турком. Это относится к отношениям и с мужчинами в других странах, не только к туркам, но мы сегодня немножко затронем момент менталитета. Если вы считаете, что такие видео полезны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и продолжаем смотреть. У меня недавно был такой запрос, и не один, кстати, в течение ведения канала такие темы периодически встречаются. Как себя вести, если я вижу, что мой муж, либо парень, с которым я живу, либо я в отношениях с турком, флиртует с другими женщинами в соцсетях где-то. Я, в общем, вижу, но по факту еще ни за что поймать его не могу. Или у него чистый телефон, я его периодически проверяю, ни за что зацепиться. Нет никаких у меня доказательств. Но на уровне эмоций, чувств, я чувствую, что мы стали дальше. Или всегда были, например, далеки. Нет окончательного у нас какого-то доверия в отношениях. И я чувствую или вижу как-то, да, к краям глаза какие-то смс-ки приходят, он при мне их не открывает, уходит в ванну с туалетом. Вот такая история, да, начинается. То есть я подозреваю не именно измену, а хотя бы какой-то флирт, интерес моего мужа другими женщинами. Как себя вести в такой ситуации, что мне делать? Честно скажу, что поднимая любой конфликт по такую тему, подобную конфликту, то есть будет скандал однозначно, да. Я честно скажу, что тут либо два варианта, да. Либо молчать, либо быть готовой, поднимая эту тему, что у вас могут произойти завершения отношений, разорваться отношения. Вы для себя до поднятия темы должны решить, какой исход я хочу. Чтобы это понять, свое внутреннее вот это решение, готова я расставаться или нет, вы должны понять, что окей, принять такие правила игры, если что-то происходит за моей спиной, если мне изменяют, готова ли я быть на вторых ролях? Готова ли я это допускать и прощать? Здесь очень все просто, люди здоровой психикой всегда скажут, нет, я не готов. Я не принимаю ту сторону, что я готов разрывать отношения. Люди невротические, с какими-либо запросами, страхами, они всегда говорят, ну я могу позволить простить, но я же ничего не вижу, делаю вид, закрываю глаза, что ничего нет. Таким бы людям я посоветовала вообще не поднимать эту тему, а жить с этим дальше и смириться. Потому что довести до конца конфликт, до решения ситуации вы никогда не сможете. Человек, ваш супруг, либо парень всегда так перевернет, что вы еще будете виноваты. Он будет всегда чист, потому что у вас нет конкретных доказательств. Но у таких людей очень часто, когда есть доказательства, они все равно закрывают глаза и продолжают отношения и позволяют себе наставлять рога. Это определенные моменты психологии, поведения вашего. То есть для того, чтобы понять, что я хочу от этого конфликта, вы должны понять и подготовить себя, какой может быть результат. Далее. Если это только, вот видите, нет ни конкретной измены, конкретного факта и доказательств, как бы возникает вопрос, да, если я не хочу расставаться, как бы мне мужа моего или парня припугнуть, чтобы он понял, что это со мной не проканает такая история, что так поступать нельзя. К сожалению, это можно, сейчас расскажу, как сделать, но это будет работать только один раз. На второй раз, когда это повторится, если это повторится, да, если ваш, скажем так, его этот успуг потерять вас будет не такой сильный, на второй раз эта история уже не проканает. И вам тогда действительно придется принимать решение, как поступать, расставаться или нет. Но на один раз, скажем так, припугнуть, дать понять, что я к этому серьезно отношусь, нужно, можно попробовать там, посмотрите, как это пойдет. Как бы повела себя турчанка в этой ситуации? Знаете, турчанки не сильно от вас, от славянок, от европей, от вообще женщин в мире отличаются. У них две реакции всегда есть. Либо это замолкание, затухание, подавление, они делают, что ничего не происходит, дабы не потерять брак мужа. Вторая ситуация, это вспыльчивые, агрессивные, кричащие хабалки, которые закатывают огромный скандал. Но очень часто они тоже не готовы, эти женщины, терять брак. Потому что я говорю, что сам развод в Турции, мы много эту тему поднимали раз. То есть это, в принципе, неприемлемо для них, разводиться не хочется. Они поорут, поорут, покричат, поскандалят, вынесут, может быть, ссоры из избы. Они поукоряют его перед родителями, даже расскажут ее, запозорят его, заипят его поведение. Публичным это сделать в кругу семьи, публичным я имею в виду. Но останутся вместе. Побежаются, подуются и так далее. В такой ситуации мужчина заглаживает свою вину подарками, вниманием и так далее. На какое-то время это стихает, этот айсберг. А потом, скорее всего, она опять его ловит. И если это входит в систему, такая реакция, поорать, а потом успокоиться, они так всю жизнь будут жить. Они будут орать и успокаиваться. Это будет определенная система. Для тех, кто бы после такого разводился, это вообще единицы, это очень мало. В основном все продолжают, остаются в браке. Либо, в общем, в итоге-то все закрывают глаза, делают вид, что ничего типа не происходит. Это как здесь в Турции. Чтобы я вам посоветовала, надо же нам взять, скажем так, лучшие выжимки из того, как ведут себя турчанки. Адаптировать это под свой европейский менталитет. Сделать выводы и как поступать. Я бы в такой ситуации сейчас уже, поживя с турком, мужем, да, в этой стране, я прекрасно знаю, что бы подействовало. Никогда нельзя эту тему замалчивать, закрывая глаза и делать вид, что ничего не происходит. С точки зрения психологии, если вам некомфортно, если вы чувствуете, что что-то за спиной происходит, меня дурят, меня обманывают, у нас какой-то холодок в отношениях, это уже претензия определенная, дискомфорт, который нужно решать. И просто так подавлять в себе не получится. Это вырастет все равно внутри, подавляя даже в огромный дискомфорт, в претензию к человеку. Вы начнете ругаться просто по бытовому на простых каких-то моментах, не в вопросах измены или еще чего-то. У вас муж просто станет раздражать. А когда эти подавленные эмоции раздражения негативу, они убьют вашу любовь, если она у вас есть, если она вообще была. То есть это все равно, скажем так, ситуация, идущая к упадку, к разрыву в итоге, просто более долгим сроком. То есть я в любом случае за то, чтобы эмоции не подавлять, а выяснять на месте. Если вы мужчину своего на чем-то таком подлавливаете, там, не знаю, ушел он в ванну с телефоном и так далее, надо просто открыто, почему ты уходишь с телефоном в ванну или что-то такое, показать друг другу телефон, что-то внутри. В общем, каким-то образом, не знаю, какой у вас вид там подозрений, это вскрывается. И вот здесь мы берем момент от турчанок. Истерим, орем, угрожаем, я от тебя уйду. Ну, в это действительно верим. Понимаете, что человек, который угрожает просто так, как в сказку про мальчика и волков, да, про пастуха, будете каждый раз угрожать до конца, не доводить, никто вам верить потом не станет. То есть угрозы, которые вы во время скандала, то есть в любом случае это вскрывается, претензия бурно должна происходить с эмоциями, чтобы вот он, человека напугать. И даете понять, что еще раз такое будет, меня с тобой не будет, я уйду. Или можно не прям развод будет, уход, а говорите, вот тут посмотрим, что будет. Наши отношения закончатся. Вы не говорите, как конкретно, а просто говорите, что до свидания, ты меня потеряешь. Вот классная фраза на это, ты меня потеряешь. Каким образом, как, не обсуждаем. Главная фраза, ты меня потеряешь. Наши отношения закончатся. Если я тебе дорога, ты остановишься. То есть вы человеку в конце этого конфликта даете право выбора. Со мной ты остаешься, ты меня выбираешь. Или там свои какие-то похождения, флирты, все такое прочее. Идет время, смотрите, как он реагирует. Уже из этого делаете выводы. Сработала эта пугалка и вообще этот конфликт, все прочее или нет. Если хорошо припугнуть, и он действительно задумывает, на самом деле подоплека всему этому любовь, настоящее чувство. Если они есть, и он отчасти напугается, если они есть, он побоится вас потерять, то в таком случае он это уже делать никогда не будет. Он будет знать, что у него последует наказание, он вас потеряет, если он это продолжит делать. Если все так хорошо, то вы уже здесь должны потом задуматься, почему у него появлялся интерес к другим женщинам, лайки, что он этим вообще восполнял. В этом надо покопаться, в причинах, чтобы это вообще навсегда ликвидировать. Это, честно скажу, небольшой процент разрешения такой ситуации. Мало, это когда любовь и все, а прочая история. Очень часто мужчины повторяются, продолжают так себя вести. И вот уже здесь мы не берем пример трудчанок. Я бы посоветовала на европейский менталитет. И ваши угрозы, которые были в первый раз, вы их начинаете реализовывать. Вы ему сказали, например, ты меня потеряешь. И вы делаете так, что он вас теряет. Не знаю, каким образом. Например, снимаете, если вы живете в Турции, вам некуда, да, идти. В другой стране, я имею в виду, не у себя дома. Вы съезжаете в отель. Посмотрите, побежит он за вами, не побежит. Уходите из дома к подруге, например. Но это манипуляция не очень хорошая, но я имела в виду вначале, что вы должны понимать, что давая угрозы, вы должны их приводить в действие. А не просто так языком потрепали. Тогда вы будете как турчанки, которые в итоге закрывают глаза на все, поорут, поорут, вспышка, дальше живут. Измена, а потом он просто дальше больше будет. И он продолжит все равно это делать. Он будет знать, что наказание никакого не следует за его поведением. Или если вы живете у себя в стране, я бы прекрасно, как бы, скажем так, поступила. Я бы просто собрала его в вещички, поставила не за дверь, а у входа. И посмотрела, что будет. Не прям выгнала из дома, а показала, что вещи могут стоять здесь. Посмотрите потом в реакции. Но я опять же говорю, девочки, вы к этому должны быть готовы, к такому развитию. Вы готовы быть на вторых позициях, что вас дурят, с другими бабами крутят там и тому подобное, или нет? Если не готовы, то вы всю эту историю вообще не начинаете. Вы язык засовываете глубоко себе в рот, закрываете рот, подавляете, и так дальше живете. То есть это начинать, даже если вы слабо чувствуете, вы не готовы, то это начинать ничего не надо. Я тут еще раз предупреждаю. И когда вот на второй раз, увидя вещь у двери, или увидя, что у вас дома нет, в какой-то там, например, лучше был бы вариант снять отель с его карты, например, банковской, если вы там замужем, у вас карта мужа есть, чтобы он видел, куда были списаны деньги, адресы и тому подобное, вы посмотрите, побежит он за вами или нет, вы это проверите. Если мужчина за вами не пошел, вы ему не нужны, к сожалению. А если он прибежал, там, на коленях или всяко разные и тому подобное, ты меня не так поняла или еще что-то, это тот момент, когда вы расставляете границы в отношениях, что можно, а что нет. Тогда вы можете говорить, что так, я не поняла, я тебя предупреждала, я вот так сделала, я тебе не нужна, я же тебе сказала, ты меня потеряешь. Почему в твоей голове нет никаких выводов? В этот момент, я еще допускаю, можно будет помириться, вернуться там домой. И посмотрите уже к третьему разу, будет это третий раз или нет. Вот если будет третий раз, ловить там нечего. Все. Это будет всегда. И тут вы уже точно решаете, будете ли вы это терпеть, если еще раз закрывать, вообще молчать про это или нет. Почему я говорю закрывать глаза, молчать, подавлять? Потому что зачем смысла нет каждый раз ругаться, выпендриваться, выторговать что-то себе, границы вы не ставите. Человек все равно их пододвигает и делает так, как хочет. Поэтому тратить нервы и орать каждый раз в таких ситуациях, изменах там, каких-то смс-ках, переписках, подозрениях, нет смысла тратить свои нервные клетки. Либо вы соглашаетесь, принимаете то, что есть, либо вы ищете другого человека, который вам подходит, и идти на компромисс с самим собой не придется. Все очень предельно просто. Я надеюсь, это немножко кого-то отрезвит, кто в таких ситуациях сейчас жизненных находится. Но я вам всегда напомню, что вопрос измен, женщины, которые изменяют, вы можете, у мужчин все то же самое, по сути. Нет такого, что пошел... Огромное заблуждение насчет измен, вот этих прощений с советских времен, как нас учили папы, мамы, бабушки, дедушки, их примеры и все прочее. Не все мужики гуляют. Из семьи никого, или мужчину в принципе из отношений не уводят. Он не козел на привязи, не баран на цепочке, понимаете? Когда проблема в отношениях, тогда смотрят на сторону налево. Когда проблема в отношениях, мужчина готов уйти из семьи и клюет на другую женщину. Проблема в отношениях, в его отношениях, с той женщиной, которая есть у него сейчас. А когда это говорят, ой, все мужики гулящие, он периодически изменяет. Это история, когда уже то, что я вам сейчас разложила до, когда женщина поорала-поорала, до конца не довела, спустила с рук и дальше живет, закрывает глаза. Да, он тогда становится, регулярно гуляет, развлекается, возвращается в семью. Так многие женщины почему-то превозносят, как заслугу какую-то. Он пойдет погулять, а возвращается ко мне. Но он к тебе возвращается с букетом венерических заболеваний. Если тебе кайфово быть на втором месте, пожалуйста, радуйся этому. Гордись этим. Но это вообще не гордость и никакая не заслуга. Это позорно. Вот честно. Лучше быть честной самой с собой, чем обманывать себя таким образом. Так вот мужчина становится регулярно гуляющим, как мужчины наделяют какими качествами, все мужчины гуляющие. Это те, которым это все с рук сходит. Те, которые, то, что я рассказала женщины, немножко неправильно себя ведут и выстраивают вот эти границы с мужем. Вот эти флирты, подозрения, какие-то такие важные вопросы. Пишите ваши комментарии на эту тему. Вы имеете право быть со мной не согласными, так же, как и я с вами. Пожалуйста, свободное поле деятельности. Пишите. Я оставляю всегда в инфобоксе свою почту для того, чтобы записаться ко мне на онлайн-консультацию как психологу. Спасибо за ваши комментарии. Лайки под этим видео. Подписывайтесь. Всем пока.